Всем привет! Я Вова! Это новое видео готовки! Сегодня мы с вами приготовим печенье хворост. Давайте начинать! Поехали! Для приготовления хвороста нам потребуется мука, примерно грамм 200-300. А также сметана. От количества сметаны будет зависеть, сколько хворостинок у вас получится. Берите большую пачку и не прогадайте. Также нам потребуется сахар. Сахара уйдет примерно грамм 300. Ну а для жарки нам нужно будет посолнечное масло. Если говорить о приборах, которые нам потребуются для приготовления хвороста, то нужно взять скалку. Две ложки, большая и маленькая. Возможно вы будете использовать другие ложки, от этого ничего не изменится. Нож. А также палочка, с помощью которой вы будете доставать хворостинки и сковородки. Нужна будет большая глубокая тара, в которой вы будете замешивать тесто для хворостинок. И тарелка, на которую вы будете выкладывать уже приготовленные печенья. Также возможно вам пригодится пергамент и салфетки, но это не принципиально. Вроде бы я показал всё, но давайте на всякий случай пройдёмся ещё раз. Продукты, которые нужны для выпечки. Мука 200-300 грамм, сахар 300 грамм, посолнечное масло и сметана. Приборы, которые нам понадобятся. Две ложки, лопатка, скалка и нож. Большая посудина, тарелка и сковородка. Также я буду использовать пергамент и салфетки. Начинаем готовить, берём сметану. Выливаем сметану, повторюсь, чем больше сметаны, тем больше хворостинок у нас получится. После того, как сметана оказалась в нашей посудине, добавляем туда сахар. Чем слаще вы хотите, тем больше сахара добавляйте. После того, как вы насыпали сахар, перемешайте до жидкой консистенции. В ход вступает мука. Насыпаем немного муки и размешиваем. После чего ещё немного муки добавляем и снова размешиваем. Дальше мы снова размешиваем и добавляем муку. После чего насыпаем муку на стол или, как в моём случае, на пергамент. После того, как мы замесили тесто ложкой, замешиваем его руками. Чтобы в дальнейшем вам было удобно нарезать, разделите тесто на два кружочка. Следующий этап. Берём первую половинку теста и раскатываем его скалкой. Старайтесь раскатывать не сильно тонко, чтобы было хотя бы 2 миллиметра в толщину. А иначе хворост получится хрустящий и невкусный. Дальше нам нужен нож. Повторяйте за мной. Нарезаем тесто полосками, а потом разделяем его на небольшие части. В центре делаем надрез. Через этот надрез мы будем продевать тесто и получается хворостинка. Делаем так со всем тестом. Совсем забыл. Нам нужна ещё сахарная пудра. Ею мы будем посыпать уже готовый хворост. Включаем плиту, ставим сковородку и наливаем масло. И ждём. Масло должно равномерно распределиться по всей сковороде. Когда сковорода разогреется, можно складывать туда хворост. Желательно засовывать не очень много, чтобы они не слиплись между собой. Не забывайте размешивать, подвигать и переворачивать, чтобы хворост пропёкся с обоих сторон одинаково. Если очень быстро начнёт перегорать, замените масло или сделайте конфорку чуть слабее. Когда хворостинка готова и уже лежит у вас на тарелке, сразу насыпайте на неё сахарную пудру. А иначе пудра не прилипнет и не зафиксируется на хворостинке. Хворост готов. Я его приготовил меньше, чем за час. На вкус хворост получился очень мягким, вкусным и сладким. Таким, какой я его люблю. Главное, когда вы будете раскатывать тесто, не раскатывать его слишком тонко. Оставляйте хотя бы 2 мм толщины, чтобы он получился мягким и вкусным. Не жалейте ингредиентов и готовьте с любовью, тогда у вас всё получится. Если тебе понравилось это видео готовки, то поставь ему палец вверх. Также, если ты хочешь продолжение, то также ставь палец вверх и пиши в комментарии, чтобы я снимал новые выпуски. Я буду учиться готовить вместе с вами на канале Нинсен Студия. Ну а с вами по-прежнему был я, Вова. Увидимся уже на следующей неделе. Спасибо за просмотр. Пока-пока.